МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гиперинфляция довела до суда. Выпускник и Министерство образования спорят из-за результатов ЕГЭ. По мнению чиновников, школьник читал не те книги и дал неверный ответ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В четверг Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Сегодня в новосибирске представители профсоюзов, КПРФ и общественники вышли на митинг в знак протеста. Средний возраст жителя Сибирского федерального округа 63 года. Это учитывая ситуацию, что люди работают и по вредности на наших предприятиях. Мы не имеем возможности собраться в рабочее время, потому что большинство предприятий выполняет гособоронзаказ. А сейчас мы выбрали специальное время для того, чтобы отказать свое недовольство пенсионной реформы. На митинг в парк «Городское начало» пришли несколько сотен человек. Новосибирские профсоюзы потребовали общероссийской акции протеста. Звучали заявления о том, что реформа направлена против народа. Представители КПРФ собирали подписи за проведение референдума. Напомню, законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63. У нас в стране стало уже нормой решать какие-то экономические, финансовые проблемы не путем повышения и улучшения производства, повышения производительности труда. Не за счет богатых слоев населения, не за счет олигархов, не за счет каких-то других моментов, а за счет простых людей, простых работников. Вот сейчас дошла очередь и до пенсионного возраста. Реконструкция Михайловской набережной в разгаре. Сейчас в парке укладывают плитку на втором ярусе, ремонтируют лестницы и строят новые дорожки. Недостатки проекта, выявленные в ходе работы, исправляют. Закончить благоустройство планируют до конца сентября. Мэр Анатолий Локоть проверил, как идут работы. Михаил Якимов с подробностями. На набережной вода будет только за гранитным парапетом. В парке строят дополнительную ливневую канализацию. Просчет в первоначальном проекте выявили уже после того, как приступили к работе. Среди тем, что у нас очень большое количество дождей выпало в этом году, прошел подъем уровня грунтовых вод. Не исключается вариант, что возникают какие-то протечки, может быть, с коммуникацией, которые дополняются большей иской. Вот было техническое решение дополнительной дренажной системы. Это будет труба длиной 250 метров. В нее попадут все стоки со склона вдоль второго яруса набережной. Это реконструкция под личным контролем мэра. Анатолий Локоть поручил сделать все, чтобы набережную не подтапливало ни во время ливней, ни во время весеннего таяния снега. Я поставил задачу проводить все благоустроительные работы днем и ночью. Надо использовать максимально возможности погоды, которые нам сегодня предоставляются. Комфортные совершенно условия для проведения подобных работ. Еще одно требование, акцентирует внимание мэра, работу сделать надо качественно. Подрядчики уверяют, работа на втором ярусе парка у них не вызывает трудностей. Порядка 40% сделаны плитки, и 100% также ливневые канализации, уже порядка 50% от общего объема. Так, в целом, все работы идут по своей очереди. Еще одна корректировка проекта – брусчатка вместо мелкого гравия на новых прогулочных дорожках. А вот яблони Рудольф, которые в прошлом году высадили между пешеходным тротуаром и велодорожкой, все-таки заменят по гарантии бесплатно. Причем заранее подготовят их к заморозкам. Уже в августе месяце нам обещают вначале заменить яблони Рудольф и сделать хорошую подготовку к зиме, чтобы они вошли в зиму, уже действительно адаптированную к Новосибирску. Специалистам еще предстоит поломать голову над тем, какие растения лучше приживутся в непростом климате. А в этом году главное – закончить основные работы по реконструкции. Но все причастные к проекту уверены – к назначенному сроку, 30 сентября, все работы выполнят. Михаил Якимов, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Новый сетевой тариф начал действовать на новосибирском электротранспорте. При пересадке с одного трамвая или троллейбуса на другой в течение часа вторая поездка бесплатна. А пассажиры троллейбуса номер 29 могут получить и скидку на проезд в метро. Чтобы воспользоваться сетевым тарифом, необходимо купить новую карту – ЕТК онлайн. Анна Буянова протестировала новинку. Успеть за 60 минут – самое важное условие для получения скидки при использовании новой транспортной карты с функцией сетевой поездки. Так можно сэкономить от 50 до 100% по сумму. На вторую поездку звучит выгодно и заманчиво. Но есть и еще некоторые условия. Стоимость карты – 150 рублей. 85 за подключение, 65 остаются на карте. Можно заплатить и 200, тогда баланс составит 95 рублей. Здравствуйте, нам нужна ЕТК онлайн. Продают карту в кассах метро и у кондукторов, трамваев и троллейбусов. Пополнять ее можно в специальных терминалах или онлайн. Одно из главных достижений этой карточки, этой технологии – это то, что инфраструктура, где человек может пополнить карточку, серьезно расширилась. То есть сейчас можно пополнить карту во всех местах, где люди привыкли платить за квартплату. Это все точки системы город. Это почта. Это все банкоматы Сбербанка. Сетевой тариф пока действует в пилотном режиме. Получить скидку на проезд в метро могут только пассажиры троллейбуса номер 29. По новой карте поездка в подземке для них будет стоить всего 10 рублей. Если пересаживаться с метро на 29-й троллейбус, скидка тоже составит 50%. При пересадке с одного троллейбуса или трамвая на другое в течение часа вторая поездка будет бесплатной. Система работает всего один день и уже есть те, кто в ней заинтересован. Тестовый режим новой транспортной карты продлится до конца года. После оплачивать поездки с помощью ЕТК онлайн можно будет на всех видах муниципального транспорта. Нововведение доберется и до частных перевозчиков. Расширение функционала безналичной оплаты проезда ЕТК онлайн и так далее мы уже и транслируем на немуниципальных перевозчиков. Мы на договорах уже указываем, что немуниципальным перевозчикам необходимо принимать все виды карты, обновить оборудование. Гарантийный срок службы карты – один год. При потере ЕТК онлайн оставшуюся на ней сумму можно перенести на баланс новой карты или вернуть неиспользованные средства. Проверить баланс и посмотреть истории поездок можно в мобильном приложении «Транспортная карта». Вводим номер карты. И вот вся необходимая информация. Сообщить о проблеме или получить дополнительную информацию о работе новой карты можно по телефону Центра обслуживания транспортных карт. Анна Буян, Валик Мощевитин, Новосибирские новости. Между тем новосибирцы стали реже жаловаться на работу общественного транспорта. За полгода поступило около двух тысяч обращений. Это на 10% меньше, чем за такой же период прошлого года. Чаще всего пассажиры недовольны некорректным поведением экипажа и тем, как транспорт ходит по вечерам. Не соблюдается расписание, то есть это не соблюдается в условиях договоров между перевозчиками и департаментом транспорта. По итогам вот этих вот жалоб мы приглашаем перевозчиков практически ежемесячно и выносим им предупреждение о расторжении договорных отношений, потому что они обязаны выполнять договорные отношения, те, которые прописаны в договорах на числение пассажирских перевозок. Пожаловаться на работу общественного транспорта можно в диспетчерскую Центру управления городским автоэлектротранспортом. С начала года произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. В основном это падение пассажиров в салонах. Причины – превышение скорости и резкие маневры. За работой перевозчиков регулярно следят ревизоры. Сегодня инспекторы проверяли, соблюдают ли водители автобусов расписание и в каком состоянии транспорт. Новосибирцы смогли задать вопрос управляющим компаниям и представителям жилищной инспекции. В городе провели Дни открытых дверей в самых крупных обслуживающих организациях. Почти неделю обсуждали актуальные темы – начисление платы за коммунальные услуги, тонкости капитального ремонта, новшества в жилищном законодательстве. В чем плюс таких встреч и что волнует собственников, узнал Вячеслав Горчаков. Нет, если вы половину уберете, тогда и услугам перечисляете квартиры. Это не дискуссионный клуб, хотя тем для обсуждения хоть отбавляй. С одной стороны стола – жил инспектор, два работника управляющей компании и общественник. Чтобы побеседовать с каждым из них, начинающей старшей по дому Татьяне Николаевой приходится обычно идти в три разных места. А сегодня они тут все вместе. Можно каждому. Видите, в одном… Сегодня представитель ГЖИ. ГЖИ здесь, да. Я столько много вопросов задала и получила ответ. И, значит, здесь вот есть люди, которые опыт больше имеют, и юристы, которым каждый раз не находишься. Работа со злостными должниками, проблемы текущего ремонта, ошибки в начислениях за услуги – с такими проблемами жильцы приходят в офис управляющей компании и в приемные часы. Но для самих работников организации день открытых дверей – это еще обмен опытом и мнениями. Три взгляда на одну проблему. Мне кажется, более интересным по формату, потому как есть возможность подконсультироваться и посоветоваться с коллегами из Государственной жилищной инспекции и более полный ответ дать, потому как слез специалистов получился вот такой. К тому же обстановка на личных приемах куда напряженнее. А здесь и внимательно выслушает, и текст обращения продиктует. И даже полезными контактами поделятся. Закаленные регулярными встречами жилинспекторы воспринимают их не как прием жалоб, а как своеобразный ликбез. Жалоб, конечно, поменьше стало, потому что люди, когда обладают информацией, они знают, как действовать, как поступать. Всегда рекомендуем, конечно, обратиться в первоначальную управляющую организацию, чтобы решить вопрос уже, как говорится, на месте. На подобные встречи жильцы приходят обычно не только за советом специалиста, но и за свежими буклетами, в которых на доступном языке рассказано о последних ношенствах в сфере ЖКХ. На этот раз организаторы подготовили новые методички от Минстроя России, рекомендации по приемке работ по капремонту. На удивление много вопросов было сегодня именно на эту тему. Вот и Елена Тунгусова с 10-летним стажем председателя замечает, хорошо бы расширить команду экспертов и повторить акцию осенью. Не очень удачное время, потому что это летний период людей на даче, а у людей вопросов очень много. Новый формат консультации пока только тестируют, чтобы в следующий раз учесть все пожелания. Но одну из главных жилищно-коммунальных гипотез организаторы акции доказали уже в первый день. Многие собственники не понимают, как образуется тариф. И почему из денег на уборку территории дворник вполне оправданно может получать только треть суммы. Это та услуга, за которую заплатили люди. И они имеют право видеть, за что они заплатили. И они должны видеть, что они получили на выходе. Вячеслав Горчаков, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Более 20 тысяч новых рабочих мест создадут в Новосибирске в рамках проекта «Академгородок 2.0». Городские власти обещают обеспечить инфраструктуру для новых предприятий. Мы, безусловно, хотели послушать наш инновационный бизнес, послушать, что бы они хотели от городских властей. И мы исходим из того, что согласно пожеланиям, скажем, если бизнес гарантирует новые рабочие места, высокие заработные платы, это дополнительное развитие города. Городские власти должны участвовать в этом. Прежде всего, я думаю, в создании соответствующей инфраструктуры. Свои предложения сегодня представили ученые и руководители инновационных предприятий. Одна из идей – модернизировать энергосистему «Академгородка». Предполагают создать в научном центре сеть локальных котельных. Они будут работать на газе. Помимо этого, в городе уже активно реализуют несколько проектов новосибирских инноваторов. Например, оборудуют умные остановки. Необычный судебный процесс идет в Новосибирске. Выпускник подал иск к Министерству образования. Оспаривает результаты единого государственного экзамена. По мнению ИСЦА, комиссия занизила его бал по обществознанию. Проверяющие говорят, школьник готовился не по одобренной литературе, поэтому дал неточное определение. В ситуации разбирался Александр Сульдин. Артем Веселов сейчас в Москве. Сдал экзамены еще весной, досрочно. Очень хотел поехать волонтером на чемпионат мира по футболу. Русский язык, английский, математика. Результат высокий. Общество знания – 88 баллов. Экзаменаторы нашли неверные ответы. Например, понятие гиперинфляции. В оценочных документах ЕГЭ отличается от данного выпускником. В ключах написано, что это больше тысячи в год. У меня написано, что это 100-250 в год и выше. Понятие гиперинфляции отличается во многих изданиях. Например, в экономическом словаре Райсберга – это обесценивание денег по 50% в месяц. То есть 600% в год. Получается, что составители книги школьные экзамены тоже не сдали бы. Артем считает, ошибиться не мог. Подал апелляцию. Ему ответили экзаменаторы правы. Результат подсчитывали по четко определенным критериям. А выпускник готовился не по рекомендованной литературе. Учебники и справочники, на которые ссылается апеллянт в своем обращении, обосновывая необходимость повышения ему баллов, не входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. Артем написал исковое заявление. Оно дошло до суда. Впервые по такому поводу, по крайней мере, в Новосибирской области. Адвокат Артема Ирина Гребнева говорит, за дело взялась охотно. Когда речь идет о гуманитарных дисциплинах, все-таки, на мой взгляд, должен быть выявлен именно кругозор, понимание сути описываемого процесса. Если человеку с таким кругозором нет возможности получить максимальный балл, то кто его в принципе может получить? Тот, кто зазубрил учебник, который выдали в школе. Зубрить не обязательно. Можно не только учебники, но и другие книги проштудировать. Однако на экзамене лучше опираться все же на официально утвержденную литературу, сообщили в Рособранадзоре. Можно предположить, что предметом спора участника ЕГЭ с предметной комиссией является не факт отступления от содержания учебника, а использование некачественной дополнительной литературы. Два балла для Артема – дело принципа. Парень уже поступил в высшую школу экономики. Уже состоялось два заседания суда. Сейчас адвокаты ИСА готовятся к третьему. Нашли экспертов, которые расставят все точки над «и» и расскажут, что такое гиперинфляция. Следующее заседание состоится 26 июля здесь, в Центральном районном суде. Александр Сульдин, Данил Смирнов, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Это все новости на сегодня. Быть в курсе событий поможет радио «Городская волна». Частота 101 и 4 FM. А на сайте nsknews.info узнаете о том, как правильно разжигать мангал. На этом все. До завтра.